здравствуйте дорогие друзья с вами мастер фиде роман ежов вчера у нас начался чемпионат мира по быстрым шахматам и я вам собираюсь показать самые на мой взгляд интересные партии и вот в одной из партии второго тура магнус карсон белым цветом сыграл можно так сказать неожиданный дебют и потерпел поражение но прежде чем перейти к этой партии я хотел бы извиниться что в последнее время так редко выпускались ролики дело в том что я работал над революционным проектом и недавно он вышел его выпустили в продажу и я хотел бы вас с ним познакомить это от школы шахмата жориком пошаговая программа подготовки шахматистов любого уровня как для взрослых так и для детей всего выпущены четыре программы 1 с 0 до 3 взрослого разряда потом с 3 взрослого до 1 потом с 1 взрослого до уровня кмс из кмс до мастера фиде паша что из себя представляет эти программы каждая программа состоит из 240 уроков формате видео причем после каждого урока обязательно идет домашнее задание то есть при прохождении одной программы вы в течение года должны дойти до нужного уровня только в вторая программа у нас единственно 120 уроков то есть за полугода и сейчас как раз она недавно вышла в продажу и сейчас период скидок до нового года вы можете приобрести эту программу по сути задаром если заниматься например индивидуально с каким-либо тренером это стоит 1000 рублей или 15 евро кто смотря кто где живет приблизительно конечно расценки то здесь нашей программе если нажать на кнопку заказать можно увидеть расценки что вот за 7790 рублей сейчас а это почти 100 евро можно купить программу где 240 занятий и при этом вам еще будут капать всякие бонусы если от несколько разных пакетов я сейчас не буду сильно вам это все рассказывать я кину ссылку в описании лучше вы сами познакомитесь с этой программы ну а мы с вами давайте лучше посмотрим партию и разберем почему магнус карсон потерпел поражение и так вторым ходом магнус карсон неожиданно пошел ферзь h5 пошел ставить детский мат причем до него делали подобные ходы тоже ряд сильных шахматистов естественно в блице особенно например накамура ну партии 67 я у него нашел таких черный играет конь c6 защищает пешку и солнце и 4 белый хотел поставить детский мат так нагло надо играть же 6 прогоняет ферзя ну и здесь черные ошибаются можно и так сказать допускать серьезную ошибку надо было играть просто кони в 6 развивать коня и теперь ну плохо играя ферзь b3 с идеей напасть на пешку и всем так черные просто сыграя тогда конь d4 слон f7 шах король должен отходить висит ферзь под прицелом слон поэтому у ферзя только одна клетка это на поле c4 ну и черные тогда играют b5 прогоняет ферзя и съедают слона естественно на ход кони в 6 магнус карсон бы не пошел ферзь b3 магнус это все прекрасно знает он пошел бы конь е2 но и здесь у черных очень хорошая позиция слон g7 d3 рокировка я не знаю как играл бы магнус я рассматриваю самые такие на мой взгляд логичные ходы и на ход h3 чтобы не было ходу слон g4 черные могут пойти конь b4 и выясняется нехватка ферзя здесь на поле d1 да и здесь на f3 он вообще мешает со своей фигурой мешает провести пешку на f4 позиция у черных здесь чуть-чуть поприятнее слон b3 это значит слон е6 и мы будем отвлекать этого слона всячески от защиты пешки c2 рано или поздно придется королю пойти на d1 чтобы защитить эту пешку так ну в парте черные походили ферзь е7 совсем ненужный ход дело в том что надо сейчас пока белый играет вот подобным образом неправильно как можно быстрее развивать фигуры чем быстрее мы разовьем именно легкие фигуры выйдем разовьемся и соответственно сможем пойти сразу в атак но почему-то черные медлятся развитием играют кони белый игра и конь е2 черные кони в 6 идет простое развитие конь c3 и здесь возможно черным надо было играть уже конь d4 чтобы удержать равенство уже все перед а перевесе не никакой речи не идет речи надо меняться здесь конь d5 происходит размен и теперь c6 прогоняем этого слона и играем d5 рокировка скидаем на е4 происходит размен да я и рокировка и равная позиция может быть немного комфортно она за черным все-таки у них очень хороший слон на g7 слон с поле c8 пока менее активный но пешка d4 очень крутая и на ферзием фланге должна быть пешечная атака у черных черный же как-то очень медленно играет играет а6 аккуратненько так но получает конь d5 надо съедать и здесь пожалуй последняя серьезная ошибка у черных они сыграли конь a5 на мой взгляд лучше было играть конь b4 напасть на пешку c2 скорее всего по аналогии с партии магнус пошел бы здесь тоже d6 брать ферзием нельзя теряется пешка на f7 слон с ферзием не и смотрит поэтому надо съедать пешкой тогда слон отходит на b3 и здесь за черных очень важно сыграть d5 отдать эту пешку назад прогнали коня и теперь слон d5 рокировка черный то белый тоже делать рокировку и d6 равная позиция черный успевать спокойно вывести своего слона брать на c6 очень рискованно потому что после серии разменов слон идет на b7 и тогда у черных очень опасная атака в сторону короля но чем мы в партии сыграли кони a5 и здесь мне кажется у белых уже отличная позиция черные ушли конем обратно на c6 зачем выходили тогда непонятно слон d2 ферзи f6 быстрее предлагается размен ферзей белые естественно отказываются они сейчас без пешки им надо атаковать в чем преимущество бил в том что черный не успевает развить ферзи в фланг слону надо как-то выйти в игру непонятно как ладье надо выйти в игру тоже из-за слона не получается черный играет конь е7 белый просто защищает этого слона если съедают на d5 едим конем ферзь f5 предлагает размен ферзь b4 нападая на пешку надо меняться и черный играет король h7 угрожала уже все-таки здесь вилка конь е7 поэтому лучше увести короля тогда было сыгран конь c7 ладья должна отходить и ферзь d6 убил их четки перевезлись несмотря на такую плохой дебют плохие так сказать первые два хода со стороны белых они получают здесь здоровенное преимущество все по ровну но очень неуклюже стоят фигуры черных черный играет b6 чтобы слона на b7 поставить и здесь магнус прозевал сильнейший ход единственный ход который вел к победе это конь е8 выясняет следующее что брать коня нельзя потому что теряется на b8 убил их лишнее качество играть ладья а8 убирать ладью тогда конь g7 надо съедать этого коня и получать слона шесть удар такой надо съедать и теряется ладья на f8 то есть при любых раскладах белый остается с лишним качеством ну и в данном случае еще и с лишней пешкой естественно позиция у белых здесь выиграна особенно для такого шахматиста как магнус карса но магнус сыграл f3 черный играет слон b7 ладья е1 ладья c8 и здесь магнус зевает зевает играет слон c3 и получает слон f8 и выясняется что ферзю то особо ходить то некуда то есть если например съесть пешку на е5 тогда произойдет размен и d6 под боем слон под боем конь что-то да и потеряется в партии магнус решил отдать ферзя получается за ладью после серии разменов белых ладья и она пешка за ферзя естественно это недостаточно не то что для победы даже для ничьей ну и здесь черные достаточно грамотно реализовывают свое преимущество закрывают линию е магнус конечно пытается опять провести но просто съедают ладья c5 меняются ладья 1 черный играет d5 съели ферзя надо убирать ладья a4 отыгрывают первые ну не отыгрывают даже а съедают пешку на h2 ладья a7 и ферзь h1 шах король должен отходить так что пешка g2 была под защитой то есть единственное поле король f2 и d4 приходится здесь уже белым сдаться у них все валится вся позиция то есть взять на d4 конечно можно но тогда ферзь h4 шах под боем слон надо его защищать ферзь е1 шах король должен отходить на f4 и g5 заканчивает партию вот таким вот матом поэтому магнус карсон после хода d4 решил сдаться мы будем следить дальше за ходом событий самые интересные партии я буду обязательно выкладывать на youtube так что следим за моим каналом все у нас будет впереди впереди активная работа по несколько роликов в неделю и на этом пожалуй все до новых встреч и всем пока пока пока